Сегодня наша очередная встреча в рамках третьего сезона проекта «Поговорите с доктором». Гости онлайн-студии – главный невролог Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергей Борисович Вельмейкин и невролог Оренбургской областной детской клинической больницы Жанна Домировна Николаева. Но для начала здравствуйте, дорогие желанные гости. Поговорите с доктором, воспользуйтесь этой уникальной возможностью, задайте свои личные, сокровенные, деликатные, будоражащие вас вопросы непосредственно ведущим специалистам в этой области. Ну а говорить, как вы догадались, мы будем сегодня о болезнях нервной системы. Вопрос Веры Ивановны. У мужа появились боли в левой половине грудной клетки. Как определить, это сердечные боли или из-за остеохондроза? Мужу 62 года. Чувствуйте диагност какой, Вера Ивановна. Вот прям возьмет и определит. Значит... Или все-таки характер боли разный и... Есть, да. Значит, эта проблема связана с тем, что ишемические, ну, боли, связанные с ишемической болезнью сердца, вот, они являются потенциально опасными, вот. Так как коронарная патология, она, ну, может приводить к печальным осложнениям. Что касается спондилогенных болей, то есть связанных с остеохондрозом, вот, то от этих болей никогда особенных проблем ни у кого не было. Поэтому, если возникают такие боли у мужа, вот, что необходимо сделать? Необходимо сделать кардиограмму, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, вот. Самой проводить дифференциальную диагностику и пробовать давать те или иные лекарства... Препараты, да, да, да. Да. Это совершенно неправильный подход, потому что такое лечение может в конечном итоге привести, ну, к плохим последствиям. Вот. Поэтому, если такая проблема есть, необходима кардиограмма и необходима консультация специалиста. К кардиологам, в дальнейшем неврологам... Сергей Борисович, я думаю, вопрос, который сейчас я задам по поручению Егора, волнует и интересует очень многих, меня в том числе. На рентгене обнаружили грыжу межпозвонковых дисков. Что это такое и чем мне это грозит? Это спрашивает Егор, заметьте. Уважаемый Егор, отвечу на ваш вопрос таким образом. Значит, так как человек подвергает свой позвоночник ежеминутным нагрузкам, даже просто находясь в вертикальном положении, то если обследовать лиц старше 30 лет с помощью МРТ, вот, наверное, можно сказать, что у каждого вот из этих обследуемых будет выявлено изменение дисков, вот, в том числе, которые могут интерпретироваться как и грыжи. Вот, и к этому нужно относиться спокойно до тех пор, пока не возникнут клинических симптомов. Вот, клинические симптомы какие? Это боли, вот, локализующиеся в области позвоночника. Это боли, ирридирующие из позвоночника в ногу или в руку. Это ограничения при передвижении, связанные с болями. Вот, тогда необходимо обратиться к специалисту-неврологу, вот, за решение вопроса об оказании медицинской помощи. Значит, если изменения на МРТ есть, но нет никаких клинических проявлений, то, в общем-то, нужно соблюдать общие рекомендации, которые называются ведение здорового образа жизни. Что имею в виду? То есть, что это необходимо посещать бассейн, если есть такая возможность. Это необходимо заниматься физкультурой, причем при отсутствии болевого синдрома это не принципиально, какие упражнения будет выполнять человек. Ну, кроме, конечно, силовых нагрузок. Это может быть просто пешие прогулки, это может быть езда на велосипеде, это может быть занятие фитнесом, танцами и так далее. Конечно, такому человеку и вообще, в принципе, желательно спать на ортопедическом матрасе, который позволяет снять нагрузку с позвоночника и тем самым восстановить в нем кровоснабжение и питание тканей позвоночника, окружающих его мышц. Такому человеку необходимо уменьшить силовые нагрузки в плане поднятия тяжестей или ограничить время в вынужденном положении, если профессия подразумевает длительное, однообразное вынужденное положение. Я хочу сказать, что неделю назад мы предложили нашей аудитории, обозначив тему, отправить вам вопросы, и в течение недели их было собрано очень большое количество, оно касается и взрослых, и детей. Дай бог нам ответить на все интересующие нашей аудитории вопросы. А если кто-то только сейчас присоединился к нашей программе и заинтересован этой темой, а говорим мы сегодня о болезнях нервной системы, отправляйте на наш сайт orininform.ru свои вопросы, пожелания, предположения. Я думаю, что с удовольствием наши гости, а это главный невролог Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергей Борисович Вельмейкин и невролог Оренбургской областной детско-клинической больницы Жанна Дамировна Николаева, ответят на эти самые вопросы. Едем дальше. Я думаю, пока вот градус нашего диалога держать будете вы все-таки, Сергей Борисович. Александр Петрович спрашивает, скажите, в областной больнице номер один в неврологии теперь лечат только больных с инсультом? Не совсем. Значит, в неврологическом отделении, которое создано на базе областной клинической больницы, лечение проводится по трем нозологиям в настоящее время. То есть это пациенты с инсультами, это пациенты с миостынией и это пациенты с рассеянным склерозом. Значит, для чего это сделано? Ну, то, что касается инсультов, это не вызывает ни у кого вопросов. Инсульт — это экстренная неотложная ситуация. Помимо этого, статистика показывает, что количество инсультов не уменьшается, тяжесть их не уменьшается. До сих пор проблема инсульта — это проблема номер один в плане инвалидизации смертности, поэтому вопросов никаких нет, что созданы эти отделения. Что касается пациентов с рассеянным склерозом, вот почему акцент сделан для этих пациентов, вот, и почему создан центр по рассеянному склерозу на базе нашей больницы, потому что уже с 2006 года функционирует этот центр, и мы определяем, во-первых, диагноз у пациента с подозрением на рассеянный склероз, и, к сожалению, внедрение новых методов обследования, таких как МРТ, породило некоторую панику у пациентов в связи с тем, что очень часто выявляют очаги деминилизации. И, войдя в интернет, люди находят параллели между очагами деминилизации и рассеянным склерозом, и с большой паникой обращаются к нам, потому что думают, что у них именно это заболевает. Так вот, первая наша задача как раз — это выделить вот ту часть пациентов, которая приходит с такими заключениями МРТ, кто из них на самом деле страдает рассеянным склерозом, а кого нужно успокоить и, значит, отпустить под наблюдение невролога по месту жительства, так как диагноз этот не подтверждается. И, кроме того, в настоящее время рассеянный склероз считается условно-курабельным заболеванием за счет того, что появились препараты, которые могут изменять течение рассеянного склероза, и это очень важно, и тем самым замедлять прогрессирование болезни и замедлять процесс наступления инвалидизации. Так вот, эти препараты, так как они относятся к дорогостоящим, они учитываются и находятся под наблюдением данной пациенты, получающей эту терапию в областной больнице. Поэтому эта проблема тоже касается... Сергей Борисович, вот вы коснулись сейчас рассеянного склероза, и сразу мы получаем вопрос от Ирины. Она спрашивает, объясните, что это за заболевание рассеянный склероз, почему развивается, а главное, каковы первые проявления? Значит, рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему, которое развивается в результате конфликта между работой собственной иммунной системой, проявляющей аутоагрессию в отношении к собственной нервной системе. Проявляется это в том, что вырабатываются антитела, разрушающие так называемый миелин, или это оболочка, покрывающая проводящие пути. Поэтому в зависимости от того, где возникает бляшка рассеянного склероза, разрушающий миелин, возникают соответствующие симптомы. Они могут быть самые разные. Это может быть снижение зрения на один глаз, это может быть нарушение координации, это может быть нарушение чувствительности в какой-либо части тела, это могут быть двигательные расстройства в виде слабости в ногах или в одной стороне тела, это может быть тазовое нарушение. Поэтому, если пациент находит у себя эти симптомы, конечно, первая задача, которую необходимо сделать, — это прийти к неврологу с этими жалобами, для того, чтобы он оценил и трактовал их, к какому заболеванию они относятся. Поэтому проявления могут быть самые разные у этого заболевания. Но вы видите, рассеянный склероз вызывает такой неподдельный и очень тревожный интерес, потому что сразу вопрос Владимира, касающийся этого заболевания. Он интересуется, передается ли оно по наследству, и, пожалуйста, обозначите факторы риска развития этого заболевания. Значит, само заболевание по наследству не передается. Это уже установленный факт, и поэтому случаев семейного рассеянного склероза не существует. Так, уже успокоили. Но, значит, передается возможность развития этого заболевания. Поэтому, если один родитель, а тем более, если двое родителей страдают рассеянным склерозом, то риск возникновения этого заболевания у ребенка повышается. Но есть определенные факторы, которые могут явиться провоцирующими или разрешающими в данной ситуации. И если эти факторы устранить, то риск, соответственно, будет гораздо ниже. То есть вот какие эти риски, которые могут спровоцировать развитие рассеянного склероза. В основном эти риски реализуются в возрасте до 15 лет. Поэтому очень важно профилактировать эти риски именно у детей. До 15 лет. Какие? То есть это злоупотребление пищи, содержащей животные жиры. То есть нужно, чтобы этой пищи было как можно меньше. Значит, это хроническая тензилогенная инфекция. То есть это воспаление в миндалинах. Поэтому появление этой проблемы должно тут же находить отклик и решение. Значит, это повышенная солнечная инсоляция. Поэтому пребывание на солнце, с одной стороны, хорошо. Потому что это увеличивает количество витамина D в организме. Но с другой стороны, перебор солнечной инсоляции провоцирует развитие аутоиммунных реакций. И как следствие, если человек предрасположен, ребенок предрасположен, то может вызвать такое заболевание, как рассеянный склероз. Ну, говорят о том, что, возможно, стрессовые ситуации влияют. И говорят о том, что проживание на территориях северной части также являются более опасными в плане риска возникновения рассеянного склероза, чем более южные широты. Хотя, как бы, это вот сейчас критерий, так скажем, стирается. Но, тем не менее, он... Ответьте, пожалуйста, Олегу вопрос все тот же. Рассеянный склероз. Где можно получить сегодня хорошую медицинскую помощь? Ну, частично я уже на этот вопрос ответил. То есть на базе областной клинической больницы функционирует центр рассеянного склероза, который занимается вопросами диагностики, лечения и динамического наблюдения данной группы пациентов. Поэтому весь объем помощи и диагностики, которые существуют на сегодняшний день для пациентов этой группы, полностью есть в областной клинической больнице. Знаете, Елена обеспокоена чем? Скажите, пожалуйста, доктор, какова продолжительность жизни больных с рассеянным склерозом? И как быстро прогрессирует болезнь? Значит, если взять и немножечко вернуться в прошлое лет на 30, то тогда заболевание рассеянный склероз было даже не заболеванием, а приговором. Потому что если ставился такой диагноз, то, в общем-то, врачебному сообществу было понятно, что пациент обречен в ближайшее время на инвалидность, причем выраженную инвалидность. С появлением препаратов, которые называются Питерс, это препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, ситуация кардинальным образом изменилась. А именно, то есть продолжительность жизни этих пациентов теперь, в общем-то, равна продолжительности жизни человека, не имеющего этого заболевания. Другое дело, что качество жизни, конечно, может меняться, потому что существует определенное ограничение по факторам риска, которые необходимо соблюдать, чтобы не провоцировать обострение заболевания. Кроме того, конечно, есть определенное естественное течение этого заболевания, которое инвалидизирует больного, потому что это хроническое прогрессирующее заболевание. Но, тем не менее, появление препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза, значительно улучшило ситуацию в этом плане. И поэтому, если пациенты регулярно получают это лечение, соблюдают врачебные рекомендации, то, в общем-то, они достаточно длительное время, то есть это десятки лет, могут сохранять не только возможность самообслуживания, но и даже профессиональные деятельности. Ну, я думаю, ответ исчерпывающий. Тем не менее, вдогонку Владимир все-таки спрашивает. Пожалуйста, поподробнее о методах лечения, особенно медикаментозном. Эффективные лекарства от рассеянного склероза какие? Они что, если не вылечат полностью, то хотя бы действительно смогут затормозить развитие болезни? Значит, на самом деле существует два подхода в лечении рассеянного склероза. Первое – это лечение обострения. И, как правило, для лечения обострения требуется госпитализация пациента. И второе, что более важное, более перспективное, это использование препаратов, которые улучшают прогноз. То есть делают течение заболевания более доброкачественным. Существуют определенные показания для назначения этих препаратов. Но эти показания учитывает врач. Мы их знаем, мы владеем информацией по назначению этих препаратов в Центре рассеянного склероза. И можем своевременно и адекватно подобрать эту терапию. Не только подобрать, но мы потом в дальнейшем наблюдаем за этими пациентами. Если возникают какие-то сложности, какие-то вопросы по проведению этой терапии, мы пациентам даем информацию в полном объеме и корректируем при необходимости это лечение. Более того, я хочу сказать, что это лечение достаточно дорогостоящее. И пациент с рассеянным склерозом не может просто прийти в аптеку, купить этот препарат и его принимать. Потому что годовой курс лечения этим препаратом составляет порядка 700 тысяч. И, разумеется, государство не может бросить на произвол судьбы этих пациентов. Существует такая программа, которая называется «Семь нозологий». Это федеральная программа, благодаря которой государство обеспечивает пациентов с рассеянным склерозом данным видом лечения. Кроме того, региональный бюджет тоже участвует в этой работе. И определенная сумма ежегодно выделяется на приобретение этих препаратов для пациентов с рассеянным склерозом. Да, спасибо. Ну что, мы очень, на мой взгляд, подробно поговорили о рассеянном склерозе благодаря таким детальным и скрупулезным вопросам нашей аудитории. Теперь еще одна проблема. Александр спрашивает, доктор, скажите, пожалуйста, бывает ли врожденная эпилепсия у детей? Мы говорим об эпилепсии как о заболевании неврологическом. И причин там бывает как бы три группы. То есть она может иметь наследственную предрасположенность, так называемую диапатическую форму, симптоматическую, когда она бывает причиной какого-то заболевания, опухоли, инсульта. И тогда, когда мы причину четко не находим. То есть если вопрос стоит о том, что бывают ли врожденные, ну, это немножко некорректно. То есть наследственная форма заболевания, да, существует. Я благодарю вас за эту встречу. Успехов вам, вашим коллегам. Мира и добра вашим близким. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!